Завершился фестиваль «Приди и пой». В этом году песенный конкурс отметил круглую дату – 15 лет со дня образования. Помимо конкурсантов, на сцене также выступили победители прошлых лет. О тех, кто пришел и спел, расскажет Григорий Ворванин. Фестиваль «Приди и пой» полностью оправдывает свое название. В первом туре спели больше сотни солистов и творческих коллективов. До финала юбилейного конкурса добрались лишь 30. Возраст разный, как и манера исполнения и жанры песен. Сыской бога в конечной во тьме, а зачем ближе к богу, тем дальше тебе. Мария Щур вокалом занимается с 5 лет. Признается, любит не просто петь, а соревноваться в пении. Поэтому и решила поучаствовать в фестивале. На конкурсе девушка исполнила джазовую композицию. Она наиболее полно раскрывает потенциал ее голоса. Это моя любимая песня. Она очень музыкальная, она очень красивая. Я пою в разных направлениях. Я могу даже начинать от народного до рэпа. То есть абсолютно в разных направлениях могу петь. Победительница первого фестиваля при Диепо и Марии Щербининой участие в конкурсе открыла дорогу в творчество. И сейчас выпускница ГИТИСа с музыкой неразлучна. Пою, но пою уже для себя. Пусть может когда-то я снова выйду на сцену. Например, как сегодня. Главное верить. Я еще вот даже ребятам говорю, которые сегодня, я смотрю, как они стоят и дрожат, и переживают. Вы уже победители. Потому что вы здесь. Вот. Это уже победа. Постоянный председатель жюри фестиваля, автор сотен хитов, среди которых тот самый конь, что ночью по полю идет, Александр Шаганов расстроился, когда в прошлом году из-за пандемии фестиваль не проводили. Поэтому с радостью откликнулся на предложение вновь возглавить конкурсную комиссию. Я за что, так сказать, люблю прийти и пой. За открытость, за демократичность, за вот этот кураж студенческий, за вот такие положительные эмоции. Подрастают новые, так сказать, участники, новые поколения. И это тоже все любится. Это тоже все фестиваль прийти и пой. На протяжении всех лет фестиваль проводится при поддержке администрации городского округа Люберцы. Задача этого фестиваля найти, конечно, талантливую молодежь и просто объединить людей вот в хорошем движении. У него нет такого призвания, чтобы отобрать вот только таких совершенно голосистых и, не знаю, вот, чтобы люди, допустим, учились дальше. А задача приобщить как можно больше людей вот к этому фестивалю. Организаторы уверены, вот уже 15 лет они со своей задачей справляются. И каждый год среди нескольких десятков участников всегда находятся те, кто свой первый шаг к творческому Олимпу делает как раз на фестивале «Приди и пой». Григорий Борванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!